Здравствуйте! В эфире новости спорта «Итоги недели». Воспитанник Уфимской школы хоккея, галкипер команды НХЛ «Тампо Бэлайтнинг» Андрей Василевский попал в окончательный состав сборной России на Кубок Мира, который пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто. На турнире также будет принимать участие один из действующих игроков Салавата Юлаева. Тренерский штаб сборной Финляндии заявил защитника Сами Лепеста. Стоит отметить, что нападающий уфимской команды Лину Сумарк не попал в окончательный состав сборной Швеции. Уфимские хоккейные команды «Толпар» и «Агидель», несмотря на разгар сезона отпусков, полным ходом ведут селекционную работу. Форварды уфимской молодежки Булат Маргамов и Валентин Разумняк продлили соглашение с «Толпаром», а капитан женской сборной России Анна Щукина поставила подпись под двухлетним контрактом с «Агиделью». Прошедший сезон Анна провела в питерском «Динамо», где за 24 матча набрала 29 результативных баллов. Николай Прохоркин принял предложение от СКА. Нападающий Салават Юлаева согласился на условия команды из Санкт-Петербурга, но ждет ответного предложения от руководства уфимской команды. Прохоркин заявил, что если поступит ответное предложение от Уфы, то он останется в команде. Однако Салават Юлаев не торопится с предложением и, по всей видимости, расстанется с перспективным нападающим. Футбольный клуб Уфа сделал предложение Виктору Гончаренко. Член тренерского штаба московских армейцев уже работал на посту главного тренера. Белорусский специалист возглавлял Борисовский Бате, Краснодарскую Кубань и Екатеринбуржский Урал. Напомню, что футбольный клуб Уфа после отставки Евгения Перевертайла по-прежнему пребывает без главного тренера. Полузащитник футбольного клуба Уфа Иван Пауревич стал лучшим игроком Мая по версии болельщиков. Голосование проводилось на официальном сайте горожан. Пауревич набрал 39% голосов. Второе и третье место поделили Дмитрий Сысуев и Александр Зинченко. У них по 10% голосов. Гандбольный клуб УГНТУ ВНЗМ провел пресс-конференцию, посвященную итогам сезона в Суперлиге. Напомню, уфимцы впервые принимали участие в элите российского гандбола и, заняв 9 место из 12 команд, сохранили прописку в Суперлиге. По регламенту чемпионата первые игры мы играли с лидерами прошлого года. То есть, как бы очень трудно играть, например, против чеховских 15-кратных чемпионов России, которые еще никому не проиграли чемпионат. И, тем не менее, даже играя с ними, в общем-то, ребята не терялись, не потерялись. То есть, не было такого, что нас просто как манную кашу размазали. То есть, все равно боролись. А потихонечку потом успокоились, как-то немножечко пришли в себя. Ну, и начали огрызаться, потом начали забирать очки. Ну, а уже, будем говорить, когда перешли в финальный этап, то есть, стали не то, что на равных. То есть, мы единственная команда, будем говорить так, ну, не считая, у нас вот в нашей подгруппе финальный был лидер, это Скиф Краснодар. Ну, как бы, опять же, благодаря нам он попал во вторую шестерку. То есть, это мы ему туда отправили. Вот, а в финальной шестерке, то есть, мы единственная команда, которая у него и выиграла еще. Чтобы быть в курсе новостей спорта, подписывайтесь на наш инстаграм ЮТВ Спорт. На этом у меня все. До встречи через неделю.